Фух, неделька была жаркая и не только потому, что прошла премия Geek Media Awards и мы объявили победителей, но еще и потому, что было очень много настольных новостей, настолько много, что в этом выпуске даже не будет новостей кикстартера, он и так будет полу новинок, в том числе потому, что идет выставка Джин Кон. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Это песочница, в которой вы берете на себя роль персонажа, желающего оставить свой след в самом суровом из миров. У каждого персонажа есть индивидуальная разветвленная история и каждый путь зависит от выборов, которые вы сделаете в игре. Ваша цель – любым способом стать легендой, но для этого у вас будет много механизмов и способов. Вы будете проходить различные персональные и общие сюжетные цели, будете подрабатывать, будете охотиться головами, будете исполнять пророчества и даже играть в азартные игры в таверне и контине. Все это может продвинуть вас по пути к становлению легендой. Вы будете развивать и прокачивать своего персонажа и его снаряжение, а также менять игровой мир. И играть в эту игру могут сразу от одного до четырех человек. Сейчас в Индианаполисе проходит выставка Джин Кон, и это самый крупный американский игровой конвент, и с нее достаточно много новостей. Очень хорошая новость в том, что карточная игра по Властелину Колец от Fantasy Flight Games получит перерождение. И это будет не просто переиздание самой игры, в игре также появятся новые карты и новые механики, а также будет облегчен порог вхождения. Еще в Fantasy Flight Games обмолвились о том, что команда, которая работала над ужасом Аркама, Андроидом и Сумерками Империи, разрабатывает новую игру с механикой наследия. Это будет первая такая игра издательства, так что будем ждать новостей. Игра Viral, на русском языке которого совместно издавали Фабрика Игр и Лавка Игр, и называется она в русской версии Virus, получила дополнение, которое называется The Hive. В нем игрокам добавили асимметрии в виде стартового угля, из которого вы будете распространять свою заразу по организму человека. Прошло уже целых два года с тех пор, как вышла на прилавке магазинов игра от Fantasy Flight Games «Внешнее кольцо». И вот к ней анонсировали дополнение, называется оно будет «Незаконченное дело» или «Unfinished». Бизнес. Больше подробностей пока нет. Тема покорения Марса не оставляет умы разработчиков настольных игр, и в скором времени в продаже появится настольная игра Ruins of Mars, в которой, манипулируя тайлами и перемещаясь из локации в локацию, вы будете пытаться расшифровать язык, оставшись на обломках цивилизации, когда-то колонизирующий Красную Планету. Для Marvel Champions выйдет новое большое дополнение, посвященное Spider-Verse. А Человек-паук у нас где? Тут. Нас в нем ждут новые злодеи, новые герои, такие как Майлз Моралес и Spider-Glenn. Скоро на прилавках магазинов появится игра «Картонное дерево», в которой больше, чем в самом Эверделе. Называется она Wonder Book. И построена эта игра по принципу книги, из которой при открытии страницы у вас появляется такая объемная картонная конструкция или фигура. Wonder Book — это кооперативная игра, состоящая из шести последовательных сценариев, в каждой со своими особыми правилами. Игроки играют тинейджерами и будут бороться там со всякой нечистью. Кстати, данный новостной выпуск мы сделали при поддержке магазина настольных игр CardPace.ru, где вы можете приобрести настольные игры, аксессуары к ним, карточные игры, коллекционные карточные игры, миниатюры, игры с миниатюрами, все для покраски и моделизма. И, в принципе, все, что вам может понадобиться в вашем настольном хобби. И для того, чтобы вы могли с большим удовольствием пользоваться сайтом этого магазина, есть специальный промокод, звучит он как GeekMedia и дает 10% скидку на все товары в вашей корзине. А с новостями предстоящего Эссена вас познакомит Сергей. Серега, тебе слово. И всем привет! Мы продолжаем рассказывать вам об играх приближающегося шпиля. Если вы или ваш ребенок очень активны, или любите играть в солдатиков, то в следующие 5 минут буду для вас настоящей пыткой, потому что вас ждут самые скучные игры в выставке. Купились? Если нет, то я уверен, что сегодня каждый настольщик найдет для себя что-то интересное. Пошпилили. Что-то пошло не так в вашей миссии на Марс, когда бортовой компьютер оказался слишком умным и посчитал ваш экипаж потенциальной угрозой для себя. Адель – это игра в формате «Все против одного». Команда игроков управляет членами экипажа с уникальными способностями и характеристиками. Они будут планировать свои действия на планшете при помощи кубов. У игроков есть ширмы, чтобы скрыть свои планы от Оверлорда. Оверлорд играет за мощный и бдительный искусственный интеллект космического корабля Адель. Он должен предугадывать, какие действия будет выполнять каждый член экипажа, чтобы эффективнее мешать им. Оверлорд имеет свой планшет с персональной колодой карт, пулом жетонов и ограниченным запасом энергии на ход. Адель будет генерировать разнообразные неприятности на корабле, вызывать пожары, закрывать шлюзы, откачивать кислород, отключать компьютеры. Задача экипажа – выжить, ну и конечно долететь. Игра ранее вышла на кикстартере и в ней обещают несколько различных режимов, включая соло. 4 век до нашей эры, Греция, остров Кос. Ваш учитель, великий Гиппократ, уехал с Хароном. И теперь его хейтеры высказывают сомнения в его методах лечения. Но вы не можете оставаться в стороне и вместе с командой соратников начинаете работу в храме Асклепия. Это первая известная в истории больница. К вам будут приезжать пациенты из разных уголков Греции и не только, чтобы получить лучшее возможное лечение. Перед нами Еврогейм от автора Труа и Черного Ангела, в котором по сути все завязано на драфт и выполнение контрактов. В начале хода игроки будут выбирать до трех тяжелых пациентов и получать за них ресурсы. Некоторых больных лечить сложнее, однако и награды за них выше. Если вы не успеете вылечить больного, то он поедет к Гиппократу, а вы получите штраф. Вы будете приобретать лекарства, нанимать новых врачей и отправлять на пенсию старых. Чем больше у вас врачей, тем шире ваши возможности по лечению. Но все врачи требуют плату. После пятого хода игрок с самой высокой репутацией станет победителем. Металикс – это стратегическая игра, в которой древнегреческие боги и титаны сталкиваются в новом мире. Цель каждого бога – это подчинить себе четыре стихии, либо победить всех оппонентов. У каждого игрока будет планшет, на котором он отслеживает бонусы атаки, защиты и перемещения, а также подчиненные стихии. Покупка карт армии и воинов увеличивает возможности бога, а карта «Сила Олимпа» дает доступ к уникальным спецспособностям. Для того, чтобы купить карты, игроки будут собирать доход и атаковать соперников, используя кубики и бонусы с карт. Кроме этого, игроки будут строить крепости и получать бонусы за контроль определенных участков на игровом поле. По отзывам первых игроков, это не очень сложная игра с плотным взаимодействием и высоким влиянием случайности. Она тоже вышла на кикстартере, и здесь вместо привычных миниатюр используются акриловые цветные стендики с персонажами. На стольщике со стажем могут вспомнить небольшую коробку игры «Сабек» от Бруно Каталы. В ней игроки собирали наборы товаров для выгодной перепродажи, не брезгуя коррупционными схемами. Однако лидер по коррупции получал огромные штрафы за свою жадность. В этом году на выставке покажут версию игры для двух игроков. Цели и антураж игры не изменились. Это все тот же Древний Египет, Храм Богу Сабеку, охота за товарами и проверка жадности игроков. Но теперь получение товаров завязано на рынок размером 6х6 клеток. В свой ход игрок может взять тайл на рынке, продать набор товаров или разыграть карту персонажа. Игроку доступны тайлы на одной линии с фигурой на рынке. Чем дальше игроку нужно пройти за тайлом, тем больше коррупции он получит. Однако таким образом он ограничивает выбор тайлов для второго игрока. Судя по отзывам, взаимодействие немного напоминает дуэльные семь чудес, когда игрок постоянно стоит перед выбором – сделать лучше себе или лишить чего-то полезного оппонента. Настольная игра по книге выходит в один год с фильмом. И это я не о Дюне. Компания Aris выпустит настольную игру начинающего геймдизайнера по культовому итальянскому комиксу. Серия комиксов «Диаболик» создана в начале 60-х годов и состоит более чем из 800 томов. А в этом году кинозрители смогут увидеть фильм про главного героя. «Диаболик» – это безжалостный и жестокий вор, готовый на все. Ему помогает его партнер и любовница Ева Кант, а по его следам идет инспектор Гинко. В игре «Диаболик. Ограбление и расследование» две команды участников соревнуются между собой в ловкости. Преступникам необходимо совершить два из трех доступных ограблений, чтобы выиграть игру. Для этого они будут оставаться в сине, но оставлять после себя улики. Полиция же, во главе с инспектором Гинко, должна найти улики и разрушить планы преступников. В игре используются механики программирования действий и скрытых перемещений. Игрок может выполнить до трех действий в свой ход. Если преступников обнаружат, они будут вынуждены убегать от погони. И если уровень опасности достигнет критического уровня, то победит полиция. И это все игры на сегодня. Я надеюсь, что в этот раз мы смогли оправдать ваши ожидания. К слову, вчера завершился Джин Кон, крупнейший конвент для настольщиков Северной Америки. Напишите в комментариях, интересно ли вам в следующий раз послушать о том, какие же игры выстрелили по ту сторону Атлантики в этом году. А у меня на сегодня все. Спасибо. Юра, тебе слово. Премия завершилась, и мы прямо в видео с премией добавили немножко закадров. Если вам захочется больше закадров, подписывайтесь на нас на Бусти, поддержите канал. И мы будем очень рады видеть вас в нашем ламповом чатике, где отвечают на вопросы по играм, по всему оклоигровому. Советуют вам игры по вашим вкусам, отвечают на любой вопрос по правилам, разбирают покрас. И вот, кстати, Сережа Ермаков у нас делает регулярные покраса стримы, где вы можете пообщаться не только в чате письменно, но и в Дискорде голосом. Так что подписывайтесь к нам на Бусти, поддержите канал, помогите нам развиваться и становиться лучше, а мы в ответ подарим вам кучу всякого дополнительного контента. А мы переходим к новостям от наших издателей. И Гага Геймс открыли предзаказ на настольную игру Стаса Кордонского «Вечная зима». Это комплексная евростратегия, которая совмещает в себе механики колдостроя, размещение рабочих, а также менеджмент карт и ресурсов. И в этой игре вы отправитесь на 12 тысяч лет назад в Северную Америку, и будете помогать выжить вашему племени, исследовать материк, развивать культуру вашего племени и охотиться на гигантских животных. Оформлял игру Михаил Дмитриевский. Также Гага Геймс сообщили, что выпустят на русском языке две коробки из серии Unmatched. Это «Красная шапочка против Биа Вульфа» и «Брюс Ли», то есть целых три новых персонажа и дополнительное игровое поле. «Космодром Геймс» выпустит настольную детскую игру, в которой сама коробка станет игровым полем и называется эта игра «Чердачный монстр». Вы играете за призраков, которым понравился старый особняк около кладбища. Но вас выгнали из дома. Вы будете кидать специально сделанные кубики, чтобы найти ключи на поле, разделенном на гексы. Ключи открывают комнаты, в одной из которых лежит золотой ключ от чердака, а на чердаке сидит монстр из потустороннего мира. Он заперся в доме, играет в приставку, и вам нужно будет победить его в бою. Издательство «Звезда» издаст на русском языке анонсированный на Джанконе Азул. И это уже четвертый Азул, называться он будет «Сад королевы». В этой игре вы будете одним из лучших садовников Португалии, а король Мануэль I пожелал создать самый восхитительный сад для королевы Марии Арагонской. В свой ход игроки будут собирать плитки или аллеи и размещать на своем складе, затем выкладывать со склада на планшет своего сада, не забывая оплачивать их стоимость плитками такого же цвета или узора, ну, либо джокерами. В конце раунда игроки получают победные очки из-за плитки в выложенными планшетах сада. Классическая тема Азула. Как вы знаете, Азул во всех частях соблюдал некую наследственность, но при этом был каждый раз новой игрой. Издательство «Чучу Геймс» открыло предзаказ на настольную игру «Париж» Вольфганга Крамера и Михаэля Кислинга. Обзор на эту игру вы уже можете посмотреть у нас на канале. Издательство «Стиль жизни» выпустит на русском языке вторую часть настольной игры «Микро-макро», которая будет называться «Фулл Хаус». И в этой игре будет новое игровое поле и целых 16 новых дел для расследования. А еще они выпустят на русском языке игру «Лоскутное королевство Истоки». Это самостоятельная игра от Бруно Катало. В этой версии вы окажетесь в каменном веке и будете заселять новые территории и учиться добывать огонь. Игра работает аналогично предыдущим играм серии, но добавляются новые действия и новые способы получения победных очков. Собирая ресурсы определенных типов, можно зарабатывать дополнительные очки, которые также позволят переводить на свои территории новых пещерных людей. А новый тип людей тоже дает новый способ получать очки. Краудгеймс анонсировали, что локализуют настольную игру «Флэймкрафт», про которую я рассказывал пару недель назад, когда она была на Кикстартере. А еще они выпустят дополнение к настольной игре «Покорители космоса», которая будет называться «Век амбиций». Хобби Уолд представили на Джинконе новую игру, которую назвали «Лава Ленд». Во время похода в храм на райский остров лавой, неожиданно турист разбудил ее дух. Игрокам придется спасать свои жизни, убегая от лавы, сталкивая в нее других и собирая по пути реликвии. И при этом вам нужно будет перемещаться по дорожкам, покупать карты, активировать ловушки и воздействовать на лаву. И в принципе это все на сегодня, но если вы еще не смотрели церемонию награждения премии Geek Media Awards, я предлагаю вам это сделать прямо сейчас, это было очень классно и эмоционально. А с вами был Юра, вы смотрели Geek Media, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!